Валерий Курас Снегири 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 И тогда он придумал новый способ, как избавиться от мирской суеты. Построил себе столб, нечто похожее на высокую башню. Поднялся на нее и стал там, на высоте, молиться за всех людей. Но враг нашего спасения, дьявол, не дремал. Очень не понравилось ему намерение святого Симеона, и решил он его погубить. Однажды перед его столбом появилась огненная колесница. Ее возничий имел вид светлого ангела. Громко прокричал он столбнику, слушай, Симеон, Бог неба и земли послал меня к тебе, чтобы взять тебя на небо. Достоин ты такой чести за святость жизни. Скорее же, заходи сюда, Господь ждет тебя. Симеон поверил льстивым словам незнакомца и даже поднял ногу, чтобы вступить на пылающую огнем колесницу, но при этом осенил себя креслом знамени. Ведь с самого детства привык он полагать на себя крест. Крестное знамение имеет большую силу, если, конечно, полагаем мы его на себя благоговейно и с чистым сердцем. И что вы думаете? Колесницы и возничий развеялись, как дым, а святой Симеон увидел, что одной ногой он уже стоял над пропастью. Но Господь спас его. Невидимый враг удалился. Но на смену ему пришел видимый. В окрестностях появился свирепый леопард, то и дело, нападавший на людей. Рассказали об этом преподобному. Не беда, ответил он. Повелел взять земли от подножья столпа и посыпать ею вокруг того места, где появлялся зверь. Люди так и сделали. И леопард уже больше никого не тревожил. В другой раз укоротил святой Симеон и зверя в образе человеческом. Спасаясь от преследования, прибежал к его столпу известный разбойник. Но от одного взора на преподобного в душе злодея зажглась искорка покаяния. Много дней рыдал он о своих грехах и стал совсем иным человеком. Да и весь мир вокруг святого Симеона становился иным. Люди делались добрее. Казалось, что само небо преклонялось к земле. Вероятно, так оно и было. Ведь святость творит чудеса. С праздником вас, дорогие друзья! И да сохранит вас Господь молитвами преподобного Симеона Столпника, чью память мы завтра празднуем. КОНЕЦ